Игорь Стойко задаёт вопрос интересный. Объясните. Ведь это нелогично, чтобы США было выгодно, чтобы какие-то кровожадные гиббисты, чекисты всё время правили самой большой страной в мире. Ведь это как обезьяна с гранатой. Для всего мира угроза. Не лучше ли, чтобы этой страной правило просвещенное демократическое правительство? Это ведь логичнее. Почему Америке выгодны, жадные, никчёмные, кровососы в России? Абсурд. Когда их свергнут, наконец-то. Игорь. А в России появилась демократия. Россия стала демократическим сообществом после того, как это был Советский Союз, империя зла, угроза всего остального мира. Когда Соединённые Штаты боролись с этим злом, всё цивилизованное западное сообщество. Появилась демократия. И они поддерживали эту демократию. И она каким-то непонятным образом, непонятным американцам трансформировалась в олигархию. Значит, вот это вот предположение, что это выгодно американцам. Ну, из 200 государств, которые существуют сегодня в мире, 150 – это варварские недемократические режимы. Ну, предполагать, что везде влияют Соединённые Штаты, принимают решение существовать или не существовать режимы, Ну, это абсурдное предположение. Они помогали демократии в России, пока она была. Но они не могут принять решение о смещении этого режима. Потому что решение о создании этого режима приняли граждане России. Они поддерживают этот режим. Там какие-то сумасшедшие, там, Новодворская, Боровой говорили, что Чекис не должен быть президентом России. Но их не слушали. Слушали, там, Александра Рыцкого, там, других империалистов, которые говорили, что Россия не может быть сырьевым придатком Запада. Она должна быть самодостаточной, автономной, там, страной. Ну, вот и результат империи. Империя зла, опасная для всего остального мира. Ну, они пытаются договориться с Путиным, с этим режимом. И, ну, опасаются вмешиваться. Они ждут, что, там, граждане, то есть ситуация сама собой как-то разрешит это все. Знаете, правда, по другому поводу был такой анекдот советский. Ну, он не очень приличный, но я расскажу. Значит, у человека посинел половой орган, заболел, посинел. Он приходит к врачу в обычную поликлинику и говорит, вот такие дела. Врач говорит, ну, надо срочно резать операцию. Он говорит, нет, я резать не хочу. Я пойду к платному врачу. Приходит к платному врачу, говорит, что вот все хотят резать. Платные врачи почти всегда существовали в России. Частные такие клиники, частные консультации медицинские. Довольно дорогие. Вот. Приходит к врачу и говорит, что вот не хочу резать. Давайте, придумайте, как терапевтическими какими-нибудь методами лечить. Тот посмотрел, пощупал, говорит, ну-ка, говорит, встаньте на стул. Тот встал. Теперь прыгните. Он прыгнул. О, говорит, врач, я же всегда говорил, само отвалится. Это, правда, о платной медицине, о советской платной медицине. Они ждут само отвалится, само как-то решиться. Они боятся вмешиваться и правильно делают. И, ну, есть прагматики, циники в этом западном сообществе, для которых, ну, выгодно существование этих авторитарных режимов. Можно с их помощью воровать, можно становиться богатым, можно сотрудничать с ними, использовать их для борьбы с Дональдом Трампом. Вот. Там высшие офицеры КГБ, ФСБ, рассказали Хилари Клинтон там и Стилу о том, как Трамп нанимал проституток, чтобы они писали на постель, где раньше спал Барак Аббала. Ну, бред полный, понимаете? Но это в серьезном докладе все граждане Соединенных Штатов в курсе того, что вот это было. Был фейк, настоящий, ложь настоящая, но полученный от ФСБ, высших офицеров ФСБ, как этот президент Стил сказал. То есть иногда этот режим и выгоден, да. Продолжение следует.